А на оперативном совещании Эрик Елалов обратился к городским службам, которые не смогли оперативно предоставить информацию об инциденте, населению и СМИ. Мэр призвал чиновников быть более открытыми. Если вы думаете, что скрывая какую-то информацию или давая неполную информацию гражданскому обществу и населению, вы спасаете часть мундира, вытаскиваете, делать только медвежью услугу. В первую очередь себе, в вторую очередь властям. В случае с котельной на Бехтерево, по словам Эрика Елалова, городским службам нужно было записать видеообращение, оперативно разместить его в социальных сетях, чтобы не создавать паники среди пользователей интернета. Вы же видите, как сейчас тонкая и ранимая душа некоторых наших пользователей в социальных сетях, они все воспринимают на уровне кисейных барышей в любую ситуацию. Как будто мы не живем в реальной жизни. Нельзя жить по принципу, ах, все пропало, значит. Но сейчас нас ожидает очень сложная ситуация с половодием. И что теперь мы сейчас будем? Опять сами себя накручивать. В том числе в социальных сетях. Что такое? Какими мы становимся все? Женоподобные. Мужики становятся все женоподобные. Также глава администрации отметил, что если работа властей будет освещаться в СМИ не объективно, то оперативные совещания могут перейти в закрытый режим. Также он призвал более тщательно проверять поступающую информацию.